Девушки отдыхают Определение чаще всего обозначает признак предмета Оно обязательно подчинено существительному, называющему характеризуемый предмет Среди определений, как вы помните из школьного курса, выделяют согласованные и несогласованные определения Определение Бывают согласованные и несогласованные Правило очень простое Согласованные определения согласуются с определяемым словом вроде числе и падеже Несогласованные определения в чем-то одном могут не согласовываться с определяемым словом Либо вроде, род будет не совпадать, либо число будет не совпадать, либо падеж будет не совпадать На самом деле на схеме и согласованные и несогласованные определения будут обозначаться абсолютно одинаково Под определяемым словом на выносной линии Согласованные определения Чай горячий Ну, к примеру, был разлит Разлит это причастие, поэтому на подставке Горячий Это согласованные определения Чай именительный падеж и горячий именительный падеж Чай мужской род и горячий мужской род Чай единственное число и горячий единственное число Полное совпадение вроде числе и падеже Определение согласованное То же самое. Куртка, моя. Ну, например, в предложении. Моя куртка порвалась. Тогда здесь будет куртка порвалась. А куртка какая? Моя. Тоже согласованное определение. Но если здесь оно выражено прилагательным, то здесь оно выражено уже местоимением. Ну и, конечно, определение может быть выражено еще и порядковым числительным. Прилагательным, местоимением и порядковым числительным. Вторая квартира сгорела. Какие-то деструктивные у меня примеры. Порвалось, сгорело. Ну, потерпите. Квартира сгорела. Сгорело. Вторая. Тоже согласованное определение. Ну, выраженное в данном случае порядковым числительным. Что же касается несогласованных определений. Это определение, которое выражается существительным или существительным с зависящим от него словами, простой формой сравнительной степени прилагательного, инфинитивом или наречием. Например, книга Наташи. Книга понравилась. Понравилась она кому? Мне. Это косвенное дополнение, но выраженное дательным падежом без предлога. Поэтому ставим на основной линии с косой чертой. А книга какая? Или даже сказать чья? Книга Наташи. Это ее книга. Наташа это несогласованное определение. Хотя число совпадает. Здесь единственное, здесь единственное. Род совпадает. Женский, женский. А вот падеж не совпадает. Книга именительный падеж, а Наташи родительный падеж. Юбка из шерсти поизносилась. Юбка подлежащая поизносилась. Сказуемая. А какая юбка? Из шерсти. Здесь тоже совпадает число и род, но не совпадает падеж. Здесь именительный, а тут предложный. Потребность сеять. Потребность ощущалась. Сказуемая. А какая потребность? Потребность сеять. Как видите, тут вообще несогласованное определение выражено инфинитивом. Ну и, конечно, несогласованное определение может быть выражено наречием. Езда верхом. Мне запомнилась езда верхом. Езда запомнилась кому? Мне. Дательный падеж без предлога. Косвенное дополнение на основной линии. А какая езда? Верхом. Несогласованное определение, выраженное наречием. Особую группу несогласованных определений составляют обстоятельственные определения. Например, поезд какой или куда? Поезд на Москву. Ну, что-то сделал. А поезд какой? На Москву. Это обстоятельственное определение. Но на схеме, как вы видите, особой разницы нет. Все определения подписываются под определяемое слово на выносной линии. Вот, собственно, и все, что касается определений. Субтитры создавал DimaTorzok